я представлюсь меня зовут данилов юрий петрович я заканчивал петербургский университет кафедру физиологии в нд биофизику меня было два диплома дальше после армии учился в аспирантуре в институте физиологии павлова моя специальность нейрофизиологии сенсорных систем в девяносто втором году я уехал в соединенные штаты в девяносто восьмого года занимаюсь проблемами нейро реабилитации и в настоящий момент я работаю университете штата висконсин в том университете куда меня из нас изначально приглашали в департаменте биомедицинской инженерии и мы разрабатываем семейства приборов которые разрабатываются для нейропротезирования в частности если кто-то слышал о том как мы слепых учим видеть языком это наша первая разработка в россии они писали и по центральному телевидению были несколько сюжетов но последние 11 лет мы занимаемся тем что разрабатываем методы позволяющие усилить ускорить и улучшить нейро реабилитацию причем начали мы с довольно простых вещей а сейчас моя специальность это восстановление равновесия ходьбы у людей после травм мозга контузии сотрясение мозга инсульта паркинсона и рассеянного склероза то есть это вот то чем я занимаюсь последние 10 лет сейчас я вам покажу презентацию надеюсь что все получится сейчас я работаю непосредственно тема которой я занимаюсь это сотрясение мозга спортивные контузии военные контузии то есть военные взрывные контузии мозга автомобильные аварии проникающие непроникающие то есть mild and moderate то есть средний и средний тяжести до травмы мозга средней тяжести скажем так значит в америке это травма мозга превышает по статистике травмы спинного мозга рассеянного склероза рака груди несколько раз то есть голубой столбик это частота встречаемости значит травмы в соединенных штатах почему это становится проблемой если вы не в курсе значит это скорее всего какой-то момент дойдет и до россии в америке сейчас не то чтобы паника но люди начали началось 17 лет назад обнаружили что у мужчин от 45 до 55 лет в америке резкий всплеск депрессивных состояний клинических и самоубийств стали разбираться в чем причина выяснилось что причина кроется спортивных травмах которые они получили в школе и в институте поскольку там не то чтобы всех заставлять на такая культура в этом все дети занимаются спортом по несколько раз в день два раза как минимум и большинство занимается разными активными видами спорта хоккей волейбол баскетбол американский футбол европейский футбол и все они получают сотрясение мозга реально с этим никто не занимался и никто не знает что с этим делать обычная ситуация такая сколько пальцев 2 голова болит сядь посиди через три часа вернешься на поле плохо видишь иди домой поспи завтра придешь послезавтра значит продолжить занятия стандартная ситуация не медсестры в школах не тренера спортивных команд понятия не имеют о чем это все что с этим делать дальше больше выяснилось несколько лет назад исследования показали что девочки которые играть европейский футбол их никто не учит как правильно брать мяч на голову а все стараются ударить головой так вот два сезона и у детей просто разъезжаются глаза в сторону я надеюсь вам покажу эти картинки и никто не знает что с этим делать то есть нарушение координации движения глаз у них возникают трудности чтения учебников соответственно трудности понимания материала они начинают снижать успеваемость что с этим делать совершенно непонятно значит дальше больше выяснилось что например американский футбол как один из самых травматичных видов спорта сыграл тоже такую очень злобную роль в этом деле потому что врачи этой футбольной лиги официально убедили правительство что американский футбол безопасный вид спорта что с лим шлем футболиста защищает голову очень хорошо в результате случайным образом один патологоанатом вскрыл мозг футболиста который покончил жизнь самоубийством обнаружил совершенно дикую картину что мозг очень норму разрушен во многих местах он написал об этом статью его быстро заткнули уволили как провокатора перевели в другую клинику в другой конец страны и только через несколько лет когда другие врачи подтвердили что до сотрясение шлем не спасает от сотрясений мозга сотрясение мозга это мощнейшая диффузная травма значит ну что мне вам рассказывать я попробую показать видео значит что на самом деле происходит ну вы знаете мозг состоит из нейронов аксонов со которой соединяет нейроны между собой и вся задача мозга это правильно передать сигнал от одного нейрона к другому значит тела нейронов это серое вещество мозга аксонов покрытая белой мелиновой оболочкой составляет белое вещество мозга белое вещество и серое вещество обладают разной плотностью да поэтому в случае удара или любого быстрого ускорения или замедления мозга внутри черепа происходит несколько вещей то есть мозг ударяется поскольку он плавает в жидкостью он бьется а кость изнутри в одном направлении затем бьется в другом в результате поскольку мозг обладает такой железообра желеобразной субстанцией увидите у него ткани внутри мозга внутри черепа смещаются но поскольку серое вещество белое вещество обладают разной плотностью поэтому на границе белого и серого вещества возникает так называемая поперечная сила которая надрывает аксон значит если посмотоп и удар вызывает такую эпилептогенного типа активацию по всей коре головного мозга в момент собственно самого сотрясения значит если сделать такую камеру и посмотреть внутрь мой внутрь мозга то видно что при поперечном ударе структура начинает вращаться и вот на границе вот этих вот структур а специфичность ствола мозга сам одно из самых узких мест это мозг на уровне среднего мозга там где продолговатый мозг соединяется столом с в этом месте самого высокое механическое напряжение возникает вот и в этом месте что происходит при поперечном смещении значит внутри аксона вот этой трубочкой который передает сигнал находится транспортная система из очень высоко упорядоченных молекул тубулина то есть собственно и железная дорога по которой передаются вещества внутри аксона и вот если происходит поперечное освещение то вот эти вот рельсы грубо говоря разрываются и в результате аксон вокруг места повреждения набухает проводимость нарушается сигнал начинает замедляться дальше в на протяжении двух трех суток происходит дальнейшее отрывание одного аксона другого и поэтому часто симптоматика связанная с травмой выражается в том что человека сотрясение мозга случилось сегодня а через два-три дня начинаются головные боли начинаются проблемы со зрением меняется чувствительность к яркому свету ли с громкому звуку проблемы с памятью и прочее то есть вот красным обозначена в мозгу участке максимального максимально легкого повреждения вот если там где красные пятна вот на на левой картинке если там происходит сотрясение человек теряет сознание если повреждение происходит в передних отделах чек не теряет сознание то есть это уже детали какая часть поврежденного мозга вызывает обту или иную потерю сознания значит возвращаясь опять-таки к общей картине что происходит при травме мозга и сотрясениях что нарушается проводящие пучки то есть мозг не то чтобы на на снимках как правило не удается увидеть повреждения например холстовая травма ударили сзади в машину типичная ситуация это резкое движение головы назад потом вперед значит затылок лоб по этому вектору начинают рваться связи если больной приходит к врачу делает мрт ничего не видно и вот у меня приходят больные говорят невролог пишешь это проблем нет ни снимок не сетискан не не пэдскан ничего не показывает а человек плохо говорит плохо ходит плохо у него с памятью вниманием со зрением и прочее значит дальше симптоматика после сотрясения мозга и контузии довольно комплексное то есть как правило это не один симптом и даже не 10 то есть это есть физические нарушения например на отсутствие равновесия нарушения ходьбы неустойчивость есть когнитивные симптомы человек быстро раздражается у нее нарушение памяти плохо плохо сконцентрироваться на задачах то есть память внимание концентрации плюс они становятся раздражителем сами знаете инсультные больные как правило они очень быстро становятся агрессивными никому не к активными с ним очень плохо найти сложно находить общий язык депрессии тревожности и так далее дальше значит возникает вопрос а что с этим сделать значит я уже в несколько лет регулярно пущая конференцию по травме мозга и последний раз в этом марте была конференция в вашингтоне там 280 докладчиков в конце конференции встает пациент и говорит президент выделил на эту программу прошлом году 200 миллионов долларов несколько лет назад что мы слышим постоянно это новые методы диагностики описание гистологии сканирование сейчас безумно дорогая технология которая позволяет отследить какой аксон где порвался стоит каждая картинка 40 тысяч долларов но можно у человека посчитать в каком месте у него порвались связи но никто при этом из 280 не сказал что с этим делать значит возникает вопрос значит я обычно я вам попытаюсь по простому объяснить как это объясняю не врачам что если у вас заноза вы берете пинцет и вытаскивать это хирургии упрощенном варианте вы знаете где проблема у вас есть инструмент вы знаете что делать решайте проблему легко допустим у вас головная боль хорошо вы не знаете где проблема у вас есть симптом вы берете обезболивающие снимаете симптоматику такой фармакологический подход например паркинсон вот тут уже начинаются сложности сколько структуру мозгу вовлечено в паркинсон одни считают 4 другие считают 12 симптоматика до ригидность пластичность тремор равновесие ходьба что можно сделать да можно взять допамина меметики можно найти комплекс лекарств снять тремор ригидность немножко спастичность никто не значит делать с равновесимой ходьбой тем более что ли в доп очень быстро выдыхается и в какой-то момент увеличивать даже у дозу уже бессмысленно значит нужно в них вживлять электрод хорошо живили электрод а куда и 12 структур на последних конференциях говорят что вот даже вживление одного электрода уже мало надо несколько электродов вживлять причем каждый под стереотическим наведением с точностью до долей миллиметра а что если не попал сейчас еще говорят что и частота стимуляции для разных структур должны быть разные то есть это получается бесконечное число вариантов и поэтому понять что нужно каждому больному очень сложно но если мы берем травму мозга когда или с или инсульт по сути дела это в общем одно и то же когда есть часть нейронов которые умерли часть нейронов которые живы но нарушены связи они не работают нормально их не видно ни на одном имиджинге имиджинге ни на одном скане и нейроны которые расположены где-то в другом конце мозга но поскольку связи были прерваны в этом месте функция нарушена а почему причин никто не найдет причину и что при этом даже даже если то вы увидите где проблема что с этим делать значит вот мы предлагаем такой вариант что реально возможно для реабилитационной медицины сейчас физическая терапия ну хорошо большинство терапевтов с которыми разговаривал основную фокус делает на что на вейт лифтинг да то есть кардио упражнения растяжки ну подскажите что еще да вроде больше ничего да оккупационный терапевт учит больного как с этой болезнью жить и в общем да специалист по речи может помочь если проблема с афазиями значит что мы предлагаем значит весь подход как бы основная идея концепция наших методов или нашего подхода к ней реабилитации заключается в следующем если любая неврологическая то есть любая функция в человеческом организме обеспечивается целым комплексом структур спинном мозгу и головном упрощенном варианте вот есть схематика спиной мозг средний мозг мозжечок базальные ганглии кора самому прощенном варианте если что-то случается травма мозга или рассеянный склероз система нарушается во многих местах поэтому думать что если вы будете стимулировать периферию или даже участки спинного мозга думать что при этом восстановится центральная структура в общем то наивно хотя все хотят в это верить вот мы сегодня обсуждали почему интенсивное использование робототехники в реабилитации того же инсульта практически является неэффективным то есть в лучшем случае это 5-10 процентов по сравнению с квалифицированным терапевтом но стоит безумные деньги там миллион два три я знаю клиники где десятки стоят таких аппаратов и совершенно не используется потому что эффективность маленькая значит можно стимулировать транскраниальная магнитная стимуляция очень популярна сейчас я не знаю ни одной клиники в европе в америке где бы не было несколько аппаратов которые щелкают электромагнитным полем по коре больных при этом совершенно игнорируя что разработчики методики говорили что это прибор для диагностики тем не менее всех используют хотят его использовать для реабилитации но практически ничего не получается то есть есть работа много работ публикуется что да есть какие-то эффекты но ни одна методика реально работающие еще не было опубликовано хотя этим занимают уже лет 15 значит что мы предлагаем значит в основе нашего метода или основоположником нашего подхода является человек по имени пол бахурита кто-нибудь знает это имя значит если вы откроете википедию написано что он отец современной концепции нейропластичности значит я будучи студентом эту фамилию знал потому что в наших журналах научных появились статьи это человек который показал что слепой может видеть кожей и в 70-х годах в начале 70-х годах о нем писали все то есть я под подборка статей приблизительно вот такой толщины вокруг всего света журнале журнал опубликовали когда он первый раз показал что если подключить телекамеру она сперна спину больного выдавить матрицы картинку уже в реальном времени выдавать картинку с телекамеры слепой способен спиной определить что видите ли камера к счастью не к счастью это не тема сегодняшней лекции но вот один из приборов если вы сейчас пойдете на интернет и посмотрите brain порт vision девайс он сейчас принят в европе продается для слепых в основном на солдатах и полицейских используют сейчас протестировали в америке где-то он через месяц-два появится в продаже значит все конечно задают вопрос а почему язык да то есть кончилось тем что мы начали заниматься языку значит исходно поскольку мы занимались со слепыми нужно было найти участок кожи с максимальным разрешением если я спрошу что кто из вас помнит ощущение когда мы в супе попадается волосок понимаете реакция идет мгновенная волосок он очень тонкий 100 микрон ни один участок кожи не способен различить объекта такого размера иначе как на языке то есть очень высокая плотность механо рецепторов он очень чувствительная часть кроме того участка с высокой с высоким разрешением 2 кончики пальца и кончики языка но палец во первых маленький кривой сухой зависит от влажности а во рту влажность постоянная проводимость постоянная температура постоянная и можно использовать в пять раз меньше тока для того чтобы простимулировать с точки зрения биомедицинской инженерии идеальное место и выбрали моего исключительно из этих соображений совершенно не подозревая что в то же самое время язык уникальное место по связи с мозгом по крайней мере значит вот мы создали прибор сначала он был размером можно раз пол стола сейчас это прибор портативный небольшой вы наверно видели вас в клинике есть несколько штук на поверхности этого прибора 144 электрода который стимулирует переднюю поверхность языка значит когда мы сделали карту чувствительности языка видите что кончик самый чувствительный то есть как глаз как сетчатка глаза кончики языка как фовия там находится порядка десяти пятнадцати тысяч нервных окончаний которая непосредственно проецируется в мозг если вы откроете учебник анатомии и вы сами знаете что по крайней мере два черепно-мозговых нерва а это значит что кончик языка непосредственно ходит в ствол любой другой часто кожи идет в мозг через спинной мозг но кончики языка имеет два по крайней мере магистральных путя пути в ствол мозга на животных эксперименты показывают что может быть и гипогол гипоголосов нерв да то есть как по-русски то будет подъязычный нерв да по крайней мере 20 процентов является сенсорными волокнами то есть может быть третий нерв там же находится причем окончание то на той же поверхности и кроме того есть представление о том что может быть глоссофаринжил то есть тот который инновирует корень языка на самом деле еще выдается вперед дальше чем мы думали то есть может быть и четвертый нерв там же допустим два этого достаточно нерв который передает ощущение текстуры да это троните в ветка тройничного нерва мандибулярного жили лингу у неё и хорда тимпани которая передает ощущение вкуса то есть два по крайней мере нервом магистральных проецируется ствол мозга активирует что-то я комплекс тройничных ядер который идет от спинного мозга до среднего и солитарное ядро там же находится в этом же пространстве находится ретикулярная формация ствола с по крайней мере с двумя системами нейрохимической регуляции мозга тут же находится три пары ножек мозжечка которые тут же проходят в этом месте кроме того ствол мозга является самой высокой самая высокая плотность нервных ядер на единицу объема 86 ядер функциональных находится в этой зоне из которых половина занимается автономной регуляцией дыханием кровообращением 2 половина сенсорно-моторной координации значит еще одна интересный момент вот есть в бостоне разработали методика называется brain bow то есть к рейнбол это радуга брейнбол такая метафора то что это такое значит они разработали методику волокна с разной химической с разным химическим составом краситься в разный цвет подразумеваю что волокна с разными функциями просто краситься по-разному мы не знаем что это за функция нам увидите видите сколько из ствола мозга это ствол мозга сколько пучков разных выходят из ствола в разные стороны во все отделы спиной мозг в головной мозг поэтому с точки зрения анатомии то что мы делаем когда стимулируем язык мы активируем ствол мозга и мозжечок вам сейчас покажу результаты наших исследований и это отличается от всех других существующих методов стимуляции потому что сотни методов стимулируют периферические нервы там для контроля мочевого пузыря снятия головных болей и так далее имплантируем они планируемые вот очень много методов постоянным током переменным током магнитными полями ультразвуком оптическая стимуляция радиочастотами пытается стимулировать кору но практически никто не занимается стимуляцией мозжечка и ствола то есть в этом отличие например наши методики от всех остальных вот теперь что физически происходит с точки зрения опять-таки физиологии анатомии мы доставляем на поверхность языка 20 за 20 минут 27 миллионов электрических импульсов которые по двум магистральным нервам идут в ствол и активируют всю нервную систему то есть наши предварительные данные показывают на энцефалограмме например меньше чем за секунду все электроды энцефалограммы синхронизируются со стимуляцией языка на крысах мы показали что стимуляция языка активирует вплоть до любарного сегмента мотонейроны то есть стимуляция языка активирует и головной мозг и спиной и активирует не только через нейроны но и что что сейчас является такой hot topic neuroscience через глиальные сети кто-нибудь слышал про глиальные сети то есть 67 процентов мозга это глиальные клетки не нейроны и долгое время считала что не просто вспомогательные клетки просто держит нейроны чтобы они не упали на самом деле это не так они увлечены практически во все неврологические заболевания для меня было откровением узнать что эпилептический припадок на самом деле начинается в глиальных клетках что паркинсон почему ли в допа перестает работать на паркинсонах спасибо глиальным клеткам там ситуация очень простая глиальные клетки обязаны чистить синаптическую щель как только импульс передался нейромедиатор выбросился глиальные клетки его засасывают обратно и чем больше медиатора тем активнее работают глиальные клетки вы добавляете ли в допу вы тем самым активируете глиальные сети они начинают работать активно чтобы убрать лишний дофамин значит следующую дозу они уже высосут мгновенно точно же увеличивать дозу и до тех пор пока они начнут работать так эффективно что всего чтобы колите тут же засасывается внутрь поэтому левдопа перестает работать значит было показано что весь мозг пронизан сетями а сети оказывается они быстрее чем нейронная поскольку между ними контакты не химические электрические поэтому сигнал по глиальным клеткам распространяется быстрее чем по нейрональным сетям мы сделали исследование с мрт и показали что действительно стимуляция языка на 10 больных действительно активирует ствол мозга медуа и оказалось неожиданно вентральный мозжечок причем эти центры все эти центры отвечают за равновесие и ходьбу значит давайте пропущу тогда анатомию вам попробую показать картинки начали мы работать значит с этой идеи обратной связи с больными с нарушениями вестибулярного аппарата значит это с чего мы начинали нейро реабилитацию поскольку мы удачно поработали со слепыми начали работать с людьми которые потеряли равновесие в результате отравления антибиотиками синтомицином то есть вы если вы знаете то вот это семейство антибиотиков может разрушить волосковой клетки у кого вести булярную систему кого слуховую кому повезет обе как результат человек теряет возможность чувствовать вертикаль то есть вектор gravity да то есть гравитации позволяет нам независимо от того открыто у нас глаза как тело наклонено мы не падаем мы чувствуем эту вертикаль бы всегда ориентируем тело вокруг этого вектора если человек вдруг теряет у него то литовый аппарат перестает чувствовать вертикали он просто перестает контролировать положение тела и тест очень простой просите человека закрыть глаза он начинает колебаться в конце концов падает значит мы создали такую штуку поставили микросхему которая чувствует куда человек падает а из и передали информацию на язык человек языком способен был определять куда он начинает падать и был способен корректировать тело значит видео я вам потом покажу просто отдельным пакетом подряд сейчас пока вам расскажу немножко за я очень быстро закончить теоретическую часть про начну показывать видео сказки просто вот а дальше мы обнаружили вот это самый интересный слайд мы обнаружили такой результат то есть мы с тем и человека стабилизировали с этой обратной связи 100 секунд и он стоял так хорошо что мы решили убрать аппарат и 30 секунд он продолжал стоять потом начал колебаться 200 секунд за стабилизировали 100 секунд 60 секунд 300 100 секунд линейная зависимость чем дольше вы стабилизируем через язык потом убираем прибор а он стоит и вот это была самая основная загадка понять почему он стоит что своих рецепторов нет искусственных тоже нет что происходит ну дальше 300 секунд это пять минут мы продолжили до 10 линейная зависимость продолжалась потом мы перешли на 20 минут и на обнаружили такую вещь то человек способен был 4 часа то есть мы включили что-то совершенно другое 4 часа человек был абсолютно нормальный что казалось совершенно невозможно он официальный инвалид вот конкретно это больная официально сто процентов вестибулярной системы разрушена справа 95 слева у нее стикер на машине на инвалид но четыре часа она была абсолютно нормальным человек только четыре часа потом через четыре с половиной часа она опять перестала контролировать тело и вот это было тем самым ключом который вот последние вот уже на 15 лет мы разрабатываем эту методику пытаясь ответить на вопрос а что же мы такое с человеком сделали причем под подумать еще раз это не операция это не лекарство то есть что-то мы включили в мозгу что позволило больной быть абсолютно нормально значит если пойдет пойдет вот так стоит весь человек связь с нарушением вестибулярного аппарата значит это джентль медицинова больной вы видите что она не способна держать вертикаль но мышцы и упасть не дают поскольку пропри рецепции растянутые мышцы позволяют ей не упасть и попытаться вернуться назад значит как только мы обеспечили обратную связь все на стоит каменная в данном случае она чувствует языком куда она начинает падать и в этот момент мы решили о чудеса с мою свою задачу выполнили чего бы нам еще постимулировать но когда вот мы обнаружили вот этот эффект после действия мы его назвали retention эффект значит вот так больная почему этого съемка велась в магазине потому что эти больные обладают такой они очень не любят магазины людей большие движущиеся объекты машины книжные полки полки в магазинах значит вот смотрите что все время четырех часов такая же такая больная способна была делать до 2 года спустя после того в регулярных занятий она стала абсолютно нормальным человеком стимуляция больше не нужно она пошла на работу закончила университет теперь она помогает там с в центрах реабилитации и хочет забыть что она официальный инвалид значит дальше но если получится получится да вот тоже больной травма мозга автомобильная авария кома несколько месяцев в коме несколько лет реабилитации значит вот 13 лет человек ходил вот с таким вот вокером ходунками пришел к нам значит вот его попытки ходить то есть у него сильный порез с одной стороны нарушенная речь очень такая невнятная речь и не способен был то есть повернуться на месте тут таком состоянии человек 13 лет хотя каждый год занимался какими-то какой-то реабилитацией вот мы просим его сесть значит через четыре месяца он пошел с палочкой сам значит еще через несколько месяцев он уже мог ходить мать его контролировал просто мизинец и на 9 месяц он пошел сам на что интересно было с этим больным значит что на 13 месяц у него начала восстанавливаться подвижность на пароэтической стороне а через 18 месяцев что для меня совершенно был фантастический результат чувствительность это после почти 20 лет после травмы чувствительность стала восстанавливаться от подошвы вверх каждую неделю сегмент за сегментом пока не дошло точки на лице то есть у него началась он стал чувствовать предметы мелкие то есть мелкая моторика появилась все вот сейчас он пытается сидеть на шаре на с одной ногой это общем довольно непростая задача в общем каком-то моменту мы набрали уже порядка 80 там около 100 больных выяснилось что независимо от того почему люди потеряли вестибулярную систему это джентомицин операция по акустик нейромой там гидрофилы и фистулы и прочее прочее любые периферические центральные вестибулярные нарушения и мы перешли к травме мозга рассеянного склероза паркинсона везде мы видим один и тот же эффект то есть мы восстанавливаем эффективно равновесию ходьбу параллельно независимо от того специальном эти не занимаемся мы увидим улучшение сна звона в ушах депрессивных состояний и так далее так далее список очень длинный кроме того выяснилось что если у человека стандартные заболевания при вестибулярные и мы применяем нашу методику эффект одинаковый бы человеку 30 или 80 то есть возраст не является помехой тому чтобы получить этот результат самый старый больной с которым я работал 94 года самый молодой 5 лет значит сейчас я вам покажу например 4 четверо больных автомобильной аварии как минимум пять лет после аварии после травмы значит считается вот по ты поэтому тесту равновесие улучшение на 5 пунктов по системе нейроком если у вас есть такая система это специальная система объективно измеряющие качество равновесия увеличение на 5 пунктов считается с клинически значимым на у нас минимум 10 если измерять ходьбу тоже 33 пункта вот по этой шкале считается значимым у нас тоже минимум 10 но цифры цифрами дать вам покажу сейчас покажу несколько больных как это выглядит это вот из из этой серии больные значит данном случае женщина меня обманула позвонила сказал мне проблемы с равновесием когда она приехала оказалось что не сложная хвостовая травма перелом шейных позвонков и вставили штырь зрительная система уехала на 30 градусов в сторону поэтому она пользоваться палочкой не может только вот по стене или кто-то и введет повышенная чувствительность к свету звуку периодически значит головные боли сильные вот мы ее просим пройти до это динамик гейт индекс тест на 88 задач на ходьбу уча задача просто пойти прямо вот больная так идет задача увеличить скорость требует чтобы у вас работал утрикулюз то есть тоже часть вестибулярной системы которая чувствует ваше ускорение по горизонтали и вот и она не может как только она пытается увеличить скорость у него выключается аппарат но мы прекратили тест уж на ничего не показывает сделали одну стимуляцию вот это сорок восемь минут спустя да тот же самый человек тоже самый коридор одна стимуляция языка пять лет после автомобильной аварии 11 диагнозов из разных клиник все говорят с этим ничего сделать нельзя значит понятно что все были в шоке все поверьте мы тоже были в шоке мне пришлось сделать каменное лицо и сказать да мы ожидали нас на самом деле внутри у меня было очень интересно ощущение кстати девочка слева 18 лет инсульт в среднем мозге как мы это же восстановили по ходу значит эффект продолжался несколько вместо да мы я пропустил момент то есть когда она опускала голову вниз у него был такой цервико вестибулярный рефлекс у нее тут же начинались головные боли которые обычно продолжались несколько часов в данном случае они остановились она впал в эйфорию такую легкую но эффект вот в этом случае эффект продолжался пять часов то есть приблизительно 4 как наших предыдущих эксперимента порядка пяти через пять дней регулярно 10 занятий по всем тестам это был нормальный человек но в тот момент у нас не было портативного прибора и поэтому были вынуждены послать ее домой пожать руку сказать спасибо и через четыре месяца у него все вернулось к исходному состоянию через год она приехала в еще более худшем состоянии поскольку упала сломал лодыжку локоть вот и даже простой тест как ходить прямо она уже не могла делать ну а больше не не оставалось ничего как вернуться к нам попытаться что там уже к тому времени сделали портативный прибор но у нас встал вопрос можно ли дважды войти ту же реку в одну и ту же реку то есть можем ли мы повторить то же самое что мы сделали первый раз может быть что-то уже сменилось так что ничего сделать нельзя значит вот она пытается пойти в комнату для тренировок у нас ну грубо говоря да мы восстановили абсолютно то же самое но это был последний человек который покинул нашу лабораторию без прибора то есть если мы не у нас нет возможности человеку дать приборы с нему ехать домой мы просто ничего не делал то есть поэтому у нас так сказать отвечая сразу на вопросы мы не клиника мы разработчики я работаю с больными только когда у меня есть разрешенный протокол на определенное качество и количество больных посылать ко мне больных бессмысленно я не имею права с ними работать вот дальше тоже интересно тоже холостовая травма 7 лет или 5 с лишним лет после аварии значит тоже человек прошел несколько циклов нейро реабилитации невролог звонит мне поскольку он меня уже знал уже слышал про что мы делаем гатю и можешь попробовать то что я не знаю чусь на дел поскольку ни на что она не реагирует никакая реабилитация не работает у этой женщины еще тяжелая мало то что тяжелая депрессия когнитивное нарушение сильное нарушение речи что еще было уже не помню то тоже по он полный пакет постоянные слезы у таких видели наверное да то есть попадались вам такие вот тот же самый человек пять дней спустя 10 занятий все те же самые тесты вот спрашивается вот представьте себе что можно сделать то есть в этом же заключается так шокирующие скажем так компонент этой терапии это не операции не лекарства все ресурсы у больного в голове да мы фактически ничего не делаем мы позволяем человеку используют свои собственные внутренние ресурсы на восстановление ну и последний видимо покажу просто за компанию это велосипедистку сбила машина то есть и хотя она была в шлеме упала правой стороной потеря сознания там на бомбу 16 минут значит тоже несколько лет после аварии сильнейшая депрессия сильнейшая утомляемость сильные когнитивные нарушения как потом выяснилось значит самое для нее было печально это социальные так называемые персоналитетенвис у нее четверо детей но она потом уже задним числом объясняет у меня ощущение что я в стеклянной банке это мои дети но у меня нет никакого эмоционального контакта с ними я чувствую себя как в аквариуме не знаю что с этим делать плюс у нее говорю какая у тебя голубая мечта значит она говорит что но вот не такая слабость в руках что она стакан не может держать поэтому мне внучку не дают вот сколько лет внучки уже скоро будет пять лет а мне не дают в руки поэтому хочу подержать внучку на руках ну вот тоже показатель вестибулярной системы видите как только лабиринт активируется у нее сразу теряется контроль за телом вот перешагивание через препятствие тоже такой хороший тест то есть насколько человек задерживается как перешагивает если пауза до паузы после и прочее то есть как можно определить насколько человека нарушается контроль за позы данном случае две руки на перелах тоже типичный симптом то есть серьезно вестибулярные больные используют две руки пять дней спустя те же самые 10 занятий вот ну по крайней мере поняли да идею дальше покажу вам то что мы сейчас у меня одно из таких самых таких интригующих исследований которые мы проводим оказалось что при всех неврологических заболеваниях по крайней мере у всех больных которые ко мне попадали и которых я исследовал с этой точки зрения нарушены контроль за движениями глаз то есть вот это простой тест просят чека посмотреть на мишень вверху внизу слева справа голубой красный если видно да со светом что-то не очень значит положение левого правого глаза мишень это желтый крестик который может быть вы не видите в общем короче две точки должны быть вместе на мишени это нормальный человек вот это более-менее нормальный человек не идеальный поскольку глаза не не совсем сходятся этому бы это нормальный чек 64 года вот это мальчик 17 лет играл в баскетбол стукнули локтем в голову значит на третий день головные боли повышенная чувствительность к свету 7 месяцев он пытался что-то сделать ничего не получается пришел ко мне выясняется почему не может читать да понятно почему не может читать как только он смотрит вниз у него глаза вот так уходят кроме того глаза не стабилизированы и лево и право не совпадает но этот симптом никто не может внешне определить я специально там по полчаса по часу разговаривающим пытаясь увидеть эти проблемы их не видно без специальных тестов их не вытащить значит вот с ним же попробовали через пять дней мы только равновесие тренировали через пять дней увидите что насколько пятна стали маленькие то есть мы стабилизировали положение но не улучшили точность для того чтобы улучшить точность нужны тренировки и упражнения я забыл об этом под подчеркнуть и вообще должен был раз десять подчеркнуть что наш прибор не панацея прибор это инструмент и как галина николаевна любит это выражение что я вам даю кисть а вы художник вы будете рисовать этой кистью вам даю инструмент но искусство нейро реабилитации в руках а человека который ставит диагноз б который правильно подбирает режим тренировок значит просто покажу еще один один тест это вот инсультная больная то есть задача отследить над за мишенью который двигается по синусоиде влево-вправо у неё глаз не останавливается перелетает мишень вылетает за пределы даже монитора все на таком расстоянии даже не могу регистрировать то есть у него глаза никак не могут поймать мишень через две недели занятий мы восстановили эту функцию значит таким образом суммирую подвожу итог за все эти годы мы пришли к такому выводу что каким-то образом стимуляция языка вызывает по крайней мере четыре разных типа нейропластичности у меня из-за языка опять-таки короткого времени могу вам показать все видео какие у меня есть у меня были ситуации но с первой травматической больной понятно что в течение часа вы видите эффекты за час ничего в мозгу принципиально измениться не может кроме одного равновесия между возбуждением торможением значит если по какой-то причине какие-то сети перегружены или например с пазматической дисфонии у меня был больной который пришел ко мне с рассеянным склерозом но все началось с пазматической дисфонии оперный певец пришел 6 лет не мог говорить гласные приходит ко мне и хрипит ты можешь бог с ним с равновесия может смыть голосом чуть сделать я ему объясняю тебе 72 года ниже не вы таким наивным на завтра ты не запоешь и он запел вот у меня есть видео нового звука нет за две недели он восстановил почти две октавы и в этой ситуации в чем проблема что с пазматической дисфонии это значит мышц мышцы голосовых связок находится в супертонусе гипертонусе и никак не могут расслабиться значит наша стимуляция вызвала расслабление мышц расслабились мышцы появился контроль с точки зрения нейрофизиологии примитивная вещь мы перебалансировали возбуждение торможения то же самое можно объяснить исчезновение нестагма или ослопсию вестибулярных больных что-то что очень быстро проявляется когда вы просто нормализуете баланс между возбуждением торможения вторая категория чаще всего которую мы наблюдаем и то что мы сейчас на вашем больном наблюдаем это что называется long-term потенциейшн то есть в 70-х годах люди показали что если с высокой частотой стимулировать нейроны тот этого места по всей цепочке проводимо синаптических окончаний улучшая улучшается эффективность передачи сигнала увеличивается и эти эффекты продолжаются от часов до дней вот это мы наблюдаем в частности сейчас в вашей клинике вот на вашем больном что в течение нескольких часов после нашей стимуляции у человека по облегчается физические характеристики когнитивные характеристики речь внимание но для того чтобы прогрессивно это продолжать это нужно повторять значит то что я показывал больного после травмы у которого полтора года восстанавливалась политическая сторона это уже скорее всего пластичность на уровне нейронов то есть единственного от объяснения почему чувствительность стала появляться по сегмент на только в том что когда нейрон прорастает спинной мозг и начинает подключаться к корешкам то есть анатомически они так и должны соединяться но то что он вырос и но это понадобилось почти два года то есть есть какие-то процессы которые могут продолжаться больше чем год может быть два у меня есть рассеянный больной с рассеянным склерозом который после 20 с лишним лет невозможности контролировать мочевой пузырь на третий год занятий сообщил что у него восстановилась возможность контролировать мочевой пузырь он на это понадобилось три года регулярных занятий то есть есть процессы которые вот в этой временной шкале длятся и наконец женщина которая каталась на велосипеде то есть она через два года полностью восстановилась то есть это пластичность уже на уровне систем когда мозг изменяется настолько что ему достаточно уже поддерживать свое состояние и не нужды в нашем приборе больше нет спасибо за внимание то что потрясающе что рассказываете так как мы не скидывается как врачу ориентируется показания какие возможные существуют какие-то проценты эффективности которые вы уже знаете при каких заболеваниях и каких процессах что эффективно будет и на сколько вы эти вопросы это может связано вот вы проводите лечение ну если скажу потом больной начал ходить это на постоянно потом двигаются поддерживающей какая-то терапия или если он уже пошел то эти связи восстанавливаются но вы сразу задали на самом деле целый комплекс вопросов давайте попытаюсь ответить по порядку то что мы каждый день будем но начну с последнего вопроса значит понятно что больной с рассеянным склерозом и паркинсоном когда существующие заболевания дегенеративно я не могу заявить что я лечу я помогаю симптоматики поэтому значит в ситуации классической что есть болезнь и есть больной и есть доктор значит если больной с доктором или с болезнью значит если мы вместе работаем против рассеянного склероза у меня будет больше 60 больных рассеянным склерозом у них у всех идут улучшения но они должны постоянно заниматься если они перестанут заниматься болезнь начинает побеждать поскольку болезнь я не убираю травматические больные наоборот повреждение сделано поэтому все что вы с ним улучшили остается с ним то есть у меня есть но небольшая статистика но есть о том что то что вы с ним достигаете процессе тренировок остается с ним на всякий случай естественно я даю им прибор и они продолжают заниматься но они не обязательно должны заниматься два раза в день как мы рекомендуем они могут делать раз в день или раз в неделю по необходимости если они чувствуют что им становится хуже они опять начинают заниматься не уже знает что нужно делать и поэтому они сами себя поддерживают и ко мне больше не приходит то есть периодически прошу объяснить что происходит но как правило большинство из них такого рода больных у которых повреждения есть и мы их восстанавливаем и у них есть прибор они его держат на всякий случай но нет необходимости ни ко мне приезжать не регулярно заниматься дома но на всякий случай они его держат да ведь задача как бы исходно прибор создавался как что прибор для больного чтобы снять нагрузку с врача то есть врач учит убеждается что больной понимает как им пользоваться отправляет его домой основную работу больной делает дома сам а раз в неделю раз две недели или раз в месяц приезжает на контрольную на контрольные замеры если возникают проблемы или нужно сменить режим тренировок лишь были нужно перейти к другой проблеме например человек восстановили равновесие у него головная боль или например закончили сосном нужно перейти к звона в ушах потому что как правило симптоматика очень широкая и в этом смысле значит основная проблема в понимании того что мы делаем и конфликт как правило во многих диалогах моих с врачами заключается в следующем я восстанавливаю по крайней мере моя статистика показывает я восстанавливаю равновесие ходьбу независимо того почему человек их потерял потому что ко мне приходят больные с неполным диагнозом с неправильным диагнозом или с десятью разными диагнозами я не знаю какой из них правильный но есть проблема эту проблему мне нужно решить поэтому я разрабатываю систему тренировки для того чтобы восстановить симптом и скажем равновесие ходьбу мы восстанавливаем практически у всех сложные случаи когда у нас практически ничего не удалось сделать например спинно-церебулярная таксия генетическое заболевание когда приходит у человека на на рисунке от мозжечка осталось треть серого вещества нет то есть стоят как елки без иговых значит там какой-то кусок мозжечка и даже в этой ситуации мы немножко ей помогли согласно ее отчетам была мне такая больная то есть это экстрим экстремальный случай значит сейчас наша позиция такая я вам сейчас рассказываю то есть честно рассказываю что у нас получилось официально я сейчас провожу исследование только по равновесию ходьбе у нас есть протокол разработаны для россияного склероза протокол заканчиваем в средине скажем так по паркинсону там более сложная ситуация там ты не режим тренировки немножко другой у нас прописана инструкция по травме мозга и где-то три четверти инструкции по восстановлению инсультов но опять таки это общие рекомендации то есть методические пособия но каждый конкретный больной они все разные то есть вот в это в этом случае вот я сейчас ургали никого не даст соврать то есть нужно знать принципы если человек знает принципы он может подогнать эту технологию под конкретного больного по ему состоянию возрасту историю болезни травмы и так далее поэтому если вы меня спросите другой вопрос были негативные эффекты скажу нет за 15 лет у нас не было adverse effect негативных эффектов и последствий вообще от эффект либо положительный либо никакого что тоже странно очень многих это пугает потому что я говорю что если я скажу что 10 процентов умерла 10 вылечилась а 80 не среагировал это окей это более-менее нормально то есть народ воспринимает легко когда я говорю что все мои больные либо нет ухудшения вообще негативных эффектов вот это верят слабо но это отдельная тема для дискуссии дать вам рекомендации ли гарантии по конкретной болезни я могу по периферическим вестибулярным заболеваниям это мы уже даже прошли и для нас это уже в прошлом то есть есть методичка есть инструкция комплекс упражнений это работает 90 больше 90 процентов вероятность то есть здесь на иваньском шоссе проверяли петербурге сейчас проверяет военно-медицинской академии то есть у них все такие же результаты то есть эффективность данном случае для периферических вестибулярных высокая для рассеянного склероза зависит от стадии то есть мы восстанавливаем или улучшаем симптоматику до стадии кресла то есть например если рассеянный склероз на стадии палочки или ходунков мы можем человека вернуть нормальной ходьбе из кресла вытащить очень сложно это тяжело это отдельная методика я не готов все делиться мы еще должны разработать у нас есть опыт ночи небольшой единственно могу сказать что это намного сложнее но возможно боюсь не ответил на ваш вопрос хорошо значит я не видел ни одного больного во первых где бы не было никакого эффекта честно говорю за 15 лет я уже с 9 сотни больных работаю значит чтобы не было никакого эффекта такого не было ни разу но обычно мне достаточно недели для легких заболеваний и 10 дней или две рабочих недели для тяжелых заболеваний чтобы убедиться что есть сильный эффект по крайней мере который признает сам больной его родственники врачи я могу объективно показать на тестах чтобы сомнений не возникает что эффект есть вот если теоретически если через две недели нет эффекта через 10 там занятий до 20 занятий 10 дней то значит что-то делайте не так скорее всего будет проблема в методическом использовании то есть будет какая-то проблема могу привести пример как это выглядит работал с пересылок с вестибулярными больными когда у них была обратная связь сам первый напоролся на эту ошибку я человека инструктирую спрашивают и понимаешь инструкцию он говорит да работаем неделю эффекта нет выясняется начиная интригует почему нет эффекта выясняется что когда ему объясняю что нужно через зачем использовать обратную связь что если ты чувствуешь куда падаешь ты должен включить тело в коррекцию должен включить сигнал в коррекцию тела а он считал что просто чувствовать движение это достаточно то есть он не подключил обратную связь корректировки и со мной это было дважды когда мне больно говорит что да он инструкцию понял на самом деле он и не выполнил то есть вот бывает ситуация когда нет эффект но это методическая ситуация да или например делать с энтузиазмом и работали с французами по восстановлению равновесия у больных с ампутацией конечности одна или две конечности на протезах то есть та же проблема то есть искусственные ноги нужно человеку восстановить равновесие вот у меня тоже есть видео так сказать показать что с двумя протезами человек не мог ходить на его за там за десять дней научили ходить вот там народ взялся с энтузиазмом и на самом деле занимался там не часа четыре часа в результате больной на следующий день ходить не может у него все культе в крови он где-то пошли вы нафиг с вашей технологии на мне не нужна то есть вот есть такой вариант например но в данном случае это не проблемами технологии это проблем методологии вот есть есть такие вариант к этому тоже нужно быть готовым